Здравствуйте! Сегодняшнее видео я решила посвятить такому косметическому ингредиенту, как ретинол, как витамин А. На самом деле много вопросов задают на эту тему, потому что действительно ретинол его производный, это один из самых эффективных ингредиентов, как и в отношении проблемной кожи, так и как антиэйдж компонент, с хорошей доказательной базой. Причем есть достаточно сильные компоненты производные ретинола под действием, такие достаточно агрессивные, которые являются в нашей стране, по крайней мере, строго рецептурными препаратами. Это препараты, которые содержат изотретинаин и нетретинаин. А есть компоненты на основе производных ретинола, которые можно использовать в косметических средствах, они являются безрецептурными. И как раз они чаще всего используются с антивозрастной целью, можно так сказать. Применяются они, как я уже говорила, при коррекции каких-то явлений пигментации, при проблемной коже, работе с проблемной кожей и в антивозрастных средствах. Какие варианты есть ретинола? Есть предшественники ретинола, то есть предшественники витамина А. Это бета-каротин, он тоже используется в косметике как компонент. Есть чистый витамин А, собственно, ретинол, в виде эфиров. Допустим, этинолацетат, ретинилопальметат. Этинолацетат – это самый нестабильный, считается, ингредиент на основе витамина, как производная. Пальметат более стабильный. Кроме того, есть исследование, что ретинилопальметат в составе уходовых средств при регулярном применении увеличивает толщину эпидермиса и стимулирует выработку структурных гельков дермы, то есть коллагена в частности. Ретинилопальметат, кстати, есть в нашем гельтековском тонизирующем геле, но он там используется в комплексе витамином, то есть там витамин А, витамин Е и витамин С. В сочетании с гелуроновой кислотой высокомолекулярной, которая обеспечивает поверхностное увлажнение. В сочетании с солью рапан, которая обладает рассасывающим действием и противоуспалительным, таким лифодренажным. И, собственно, гельтонизирующий в аппаратных методиках используется чаще всего как препарат выбора для микротоковой терапии, для ее проведения. Ну и можно, естественно, использовать в форетических методиках, когда эти компоненты нужно ввести в глубокие слои кожи. Домашний уход его тоже любят за его текстуру такую легенькую совсем. У него крем-гелевая текстура, очень нежная, можно использовать в качестве увлажняющего средства, когда коже нужны витамины, когда, допустим, есть явления постакна, которые нужно побыстрее, чтобы разрешились. Собственно, для этого наш тензирующий гель оптимально подходит. Каким-то более сильным влиянием на проблемную кожу или на процессы старения обладают уже формы ретинола, скажем так, с большей биодоступностью. Как, например, инкапсулированный ретинол, который по сравнению с обычным ретинолом в 4 раза в среднем обладает большим сильнодействием, если можно так выразиться. То есть, допустим, если у нас концентрация инкапсулированного ретинола в средстве примерно 0,5%, то это будет практически идентично порядка 2% свободного ретинола. Производные уже метаболиты, так называемые ретинолы, которые используются в терапии угревой болезни, как правило, по полупостулезной стадии, розации в том числе иногда в протоколах они присутствуют, это такие компоненты, как адапалент, азоротен и, собственно, изотретинаин и третинаин. Есть страны, в которых разрешены эти компоненты в антиэйдж-средствах, то есть используются с целью, как говорится, утолщения эпидермиса, уменьшения глубины морщин и так далее, но в нашей стране мы не можем, как, допустим, производитель косметического препарата, положить в состав третинаин. Поэтому, на самом деле, как сторонник более мягких воздействий, я тоже рекомендую всё-таки следовать букве закона и использовать производные ретинола менее агрессивные, которые при длительном применении всё равно выведут вас на хороший антиэйдж-эффект. Потому что ретинол, как говорится, в любых его проявлениях будет способствовать доскламации эпидермиса, то есть лучшему обновлению, отшелушиванию его, будет снижать секрецию сальных желёз, будет стимулировать деятельность фибробластов, которые вырабатывают коллаген и эластин, будет нормализовать процессы ороговения эпидермиса, соответственно, будет осветлять пигментацию. Ну, также ретинол, кстати, используется в пилингах ретиноевых, как раз работающих очень хорошо с пигментом, и способ воспалительной пигментации. Также будет обладать и комедонолитическим действием, то есть будет являться профилактикой возникновения комедонов. Кроме того, ретиноиды, они обладают антиоксидантным эффектом. Поэтому, если мы даже будем использовать те виды ретинола, которые не являются самыми, казалось бы, эффективными и агрессивными, мы всё равно получим при помощи более мягкого воздействия нужный эффект, но при этом меньше получим побочных эффектов, к которым относятся и раздражение, и покраснение, шелушение, различные такие вот проявления реакции кожи на агрессивность вот этих вот производных ретинола. Какие же правила применения этих средств, которым мы должны следовать? Ну, за исключением средств с совсем небольшой концентрацией и самых мягких ретиноевых производок. Это, во-первых, постепенный ввод в уход. Как правило, средства с тем же самым инкомсулированным ретинолом и тому подобным компонентом, они не применяются сразу каждый день, например. Они применяются, допустим, начинается применение с 2-3 раз в неделю. Начинается всегда с маленькой концентрации. Кроме того, все производные ретинола в средствах косметических наносятся строго на ночь. Утреннее, дневное применение их не рекомендуется ни в коем случае. Соответственно, если мы их наносим, мы их наносим на сухую чистую кожу. То есть мы умылись, протерлись тоником, высушилась наша кожа под... Как говорится, под действием атмосферного воздуха. И только когда она сухая, чистая, мы на неё наносим небольшое количество, не больше горошины в средства, допустим, сыворотки или крема, содержащего ретинол. Поэтому это обязательно нужно соблюдать. То есть где-то минут через 10-20 после умывания мы можем наносить средства с ретинолом. Кроме того, надо учитывать обязательно тот факт, что ретиноиды не обладают фототоксичным действием, они как бы повышают сенсибилизацию кожи к ультрафиолету. Поэтому обязательно в дневное время нужно использовать СПФ не менее 30, а лучше 50 и 50+. Если мы хотим, чтобы как-то нивелировать побочные эффекты, раздражающиеся они возникают от производных ретинола, нам необходимо нанести, допустим, увлажняющее какое-то средство. Так вот, увлажняющее средство, крем или гель мы можем наносить не раньше, чем через 20-30 минут после нанесения средства с производным каким-либо с ретинолом. С чем лучше не сочетать производное ретинола, домина, это пептиды мерилоксанты, такие как, например, аргирелин, сыворотка мерилокс. Поэтому, если вы используете ботулиноподобные пептиды в косметике, то лучше вы используете их утром, например, а в вечернее нанесение их наносить не сочем, потому что просто эффекта от них не будет никакого в сочетании с ретинолом на кушу. Очень хорошо сочетаются, наоборот, да, производные ретинола с кислотами, но только, опять-таки, не в одном нанесении, а разносить по времени. То есть мы утром используем какое-то кислотное средство с небольшим процентом, аха-кислот, или, допустим, если проблемная кожа или пигментация есть на основе залаиновой кислоты, а потом уже вечером у нас идет применение ретинола. Если активное солнце, да, и мы кислоты вообще не используем в дневное время, то мы, так как ретинол используется, как правило, не каждый день, не каждый вечер, то мы можем в какие-то дни использовать кислотные средства, а в какие-то дни, недели, да, у нас будет в нашей каждодневной рутине уходовой, да, будет средство с ретинолом. Обязательно надо учитывать наличие противопоказаний к применению средств с производными витамина А, в первую очередь, это беременность, а также прием лекарств, обладающих фотосенсибилизирующим свойством. То есть это, например, ряд антибиотиков, это сульфаниламидные препараты, это диуретики, которые на основе тиозидов, да, гидрохлортиозид, например, применяются. Они все являются препаратами, которые повышают нашу чувствительность к ультрафиолету, и, соответственно, в сочетании с ретиноидами производными нельзя их применять. Поэтому ретинол – это действительно очень интересный компонент. Ищите его на этикетках ваших активных косметических средств. И желаю всем правильного подбора домашнего и регулярного кабинетного ухода и хороших результатов антивозрастных и всех остальных. Подписывайтесь на наш канал, здесь у нас есть кнопочка. Будем рады видеть вас в наших соцсетях, рады вашим будем комментариям, будем регулярно отвечать, как обычно, на ваши вопросы. И всем всего хорошего, хорошего дня! Продолжение следует...